Так, что мы здесь имеем? Твою мать, здесь стражники. Причем, в смысле, именно стражники, стражники. Слушай, я хочу кое-что попробовать, на самом деле. Мне кажется, что может быть... Сейчас, только мне нужно какое-то для этого... Приватное местечко. Просто я не знаю, я... Если бы там были обычные наемники, то вообще без проблем. Но если я не смогу спрятаться от стражников, это значит, придется убивать стражников в Маркарте. А я не хочу убивать стражников в Маркарте. Есть какое-то вот у меня такое... Желание. Не знаю, откуда оно взялось. Да, такое непредсказуемое. Может быть, просто если он... Он же ученый, да? Он там за магию. За все вот это. Может, он как-то... Обдумает. Переосмыслит. Есть здесь какое-то, я не знаю. Что-то похожее на туалет. Может быть. Или какой-нибудь закуточек. Закуточек мне тоже нравится. Вот, например, вот здесь. Смотри, 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 смотри. Можно попробовать убедить его. Только мне для этого надо выглядеть немножко не так. Вот. Во-первых. Ну и давай даже, чтобы он тогда у него никаких не было сомнений. Переоденемся. Ну, капюшон можно было бы и снять. Не знаю, что его оставило, мать. Так. И тогда пока что вот это вот все тоже было бы неплохо снять. Вроде ничего лишнего нет. Калчан еще. Калчан с двумя айбонитовыми стрелами, оставшимися. Ээээ, дружок. Ну ладно, меч оставлю. Окей. Я не думаю, что это редкость. Такая уж большая. Калцельмом. Есть дело. Вот. Я бы хотел посмотреть место раскопок. Да. не занимать да ладно кто я такой чтобы стоять до пути любознательности я тебя впущу если сделаешь кое-что для меня в чуан зеле есть огромная паучиха мои рабочие называют ее нимхи отравленная если разберешься с нимхи я пущу тебя и раскопки и в свой музей для мира что скажешь считаешь что это паучиха уже сдохла энтузиазм отлично вот тебе ключ чтобы попасть на раскопки что обращать что все я тебе сделаю не волнуйся не беспокойся так это где а это там это даже немножко в другом месте ну хорошо хорошо мне главное это получить мне неважно какими методами это здесь это здесь мне правда не совсем надо было на раскопки но неважно паучиха значит двемерская паучиха да убери меч это даже не такого уровня мне кажется опасность все завалено какой-то сундук двемерский просто в камнях валяется это нормально мне интересно что там о что-то было что-то было но летать я не умею кстати упущение надо будет подумать как реализовать эту проблему хотя с другой стороны не знаю это какой-то паук двемерский с которым ну не справились стражники стражники в маркарте они конечно не самые крутые бойцы которых только можно представить но мне кажется что что-то они должны уметь да обычные пауки тут обычные пауки с двемерскими соседствуют так так А, подожди Обычная паучиха? Так, господи Так это еще легче Я просто думал, что если двеймерские раскопки То огромная двеймерская паучиха А тут просто обычная паучиха Записка от Алетия В салоне на нас повесили Каких-то исследователей, которые и шаг ступить не могут Чтобы не приняться чего-нибудь исследовать И дерутся они не лучше, чем можно было себе представить Пожалуй, даже хуже Стром, по крайней мере, кое-что смыслит в магии Но с мечом никто из них не умеет управляться Эри и Крак, похоже, чего-то задумали Так что надо будет за ними приглядывать Хотя Стобин меня заверяет, что им можно доверять Потрясающе Алетиус Не повезло вам Но это правда, на самом деле Работать на всяких ученых, которые Заставляют Расчищать места раскопок Это Ничего светого в этом нет Просто бесполезно То есть Это Это слишком опасно Подожди, а я А, это уже сами Двимерские руины Навненько я здесь не бывал В таких местах Фаумеры Мне, кстати, нужны фаумеры Одним глазком Слушай, одним Прям вот Просто интересно Возможно, конечно После такого Ковальцельма будет не очень доволен Я действительно заберу у него Его Не знаю, как он там говорил Исследование Так, я могу Вот, я могу собрать кровь Наконец-то, господи Фаумерская кровь появилась Перевесик Перевесик Что имеет смысл выбросить Ну, а вон какие-то Еще А сколько у меня 341 Здесь еще драгоценность Реально, я просто хожу Драгоценности выбрасываю Потому что Ну, 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 а что Ну, 800 стоит Ну, как бы И не надо мне Зачем Сумеречный Страж Это чтобы взять, да Фаумерский лук Ну, мне надо просто Просто надо все убрать Где у меня там перебор Я не буду пока броню убирать Хотя у меня Два сета Сразу Вот это Что у меня весит Много Вот всякие скелетные щиты Броню я подбирал От гильдии Не буду убирать Золотой браслет Нормально Достаточно Так, а тут правда Такие фаумерские Интересные развалины Много всего Постоянно Забываю про Дальность этого заклинания Каждый раз Ах ты Кровавая корона Кровоточащая даже корона Какое-то название Ингредиента Так, ну тут Помещение Возможно, кстати Ничего существенного Не найду Потому что В таких Двемерских Я не знаю Мне это постоянно Хочется назвать Двемерское общежитие Тут всякие Комнаты Переходы Оно, как правило Особо не Ничего не показывает Такое существенное То есть Ну, здесь иногда Валяются всякие слитки Фаумеров До хренищи Как правило Либо Мне просто Не везло И я не находил Все-таки Что-то существенное Можно здесь раздобыть Хотя вот тут Просто фаумер Просто Просто мастер теней Фаумер Не очень люблю Таких товарищей Они бесят Вот, а еще здесь Постоянные Бесконечные лабиринты Можно Просто заблудиться И в итоге Все коридоры Так и не осмотреть Что тоже раздражает Почему здесь Два фаумера Уже мертвы И откуда я Постоянно нахожу У них деньги Твою мать Не заметил А откуда Это здесь Есть конечно Фаумеры Которые умеют Расставлять Руны Ну магии То они Пользуются Ну не знаю Такого я Че-то не видел Еще Фаумерский Ученый Это как Каосельма Да Господи Золок Древняя Фаумерская Стрела Древняя Фаумерская Секира Вамп А ну это Вампирский Пепел Ну и Че он тут Учил Что он тут Изучал Примерно Ничего А вот Стром Дневник Строма Я решил Остаться Здесь С одним Из наших Охранников И продолжить Описание Обнаруженного Нами Жилого Района Постараюсь Проделать Это Совсем Тщаньем Однако Из-за Внезапного Исчезновения Двеймеров Практически Невозможно Говорить Наверняка Что Есть Что Дерево Клянусь Девятирыми Я не могу Постичь Назначение Этого Дерева По-видимому Оно Из местности В районе Вайтран Но зачем И как Оно Оказалось Здесь Не представляю Мне кажется Что это Мог быть Подарок Из Внешнего Мира Однако Пышность Обстановки Наводит На мысль Что оно Служило Для демонстрации Могущества Я смотрю Близлежайшие Жилые Пространства На предмет Иных Подсказок Жилые Пространства Дальнейшее Изучение Данной Местности Позволяет Заключить Что В этом Строении Размещались Два Клана Или Два Семейства Иного Объяснения Подобной Планировки Я не Нахожу Может Эта Группа Контролировала Свою Часть Города Надо Будет Сопоставить Заметки После Изучения Других Районов Возможно Там Удастся Обнаружить Более Содержательные Наводки Похоже Что Меньшее Крыло Обрушилось Возможно Когда Экспедиция Вернется Нам Удастся Прокопать Проход Фаумеры Начали Прокрадываться Назад В эту Часть Руин Хорошо Что Я тут Не Один Мы Смогли Перегородить Некоторые Участки Через Которые По нашим Подозрениям Пробираются Фаумеры Но Каким То Образом Им Все Равно Удается К нам Пролезть Вместе У нас Получается От них Отбиваться Но Сколько Еще Мы Продержимся Пока Вернутся Стобин Со Стальными Скорее Всего Недолго Три Дневника И Все Из них Находятся Где-то Здесь Ну Где-то Примерно В этом Районе Очень хотел бы я Знать Что они Пытались Здесь Найти Подожди Просто Если Сюда Вели Экспедицию Значит Что-то Здесь Должно Быть Потенциально Полезное Я конечно Понимаю Что это Не соответствует Заданию Корли И Вообще Немножко У нас Сжаты Сроки Но Любопытство Оно Такое Ворота Адепта Отойдите Просто Отойдите Я умею Их Вскрывать Закрытыми Глазами Ну Может Не совсем Закрытыми Глазами Ну Пожалуйста Так Стоило ли Оно Того Нет От слова Совсем Я не хотел Это брать Как какой-то Оркский Что это Шлем Подожди У меня его нет А не Нормально Твою Мать Собрались В коридоре Просто Меня ждали Фалмеры Твою Мать Как я вас Ненавижу Ну да Кстати Я же могу Я уже забыл Меня никто не остановит Если я сделаю Вот так Это во-первых Во-вторых Ладно Не важно Этих Потом Я без них Тут Справлюсь Ты догоришь Сегодня Он пытался Вылечиться Просто Из огня Какой он Молодец Да сколько У меня Всего У меня Толком Нет Ничего В инвентаре Что Столько Места Занимает Я не Понимаю 346 Типа Ну у меня Оружия Наверное Много Ну так Более Менее А вот Оркский Меч Этот мне Дали Можно Его Выкинуть Да Да Он мне Даже Не Нужен Так Что Дальше Кто Дальше Даже Точнее Не в Никите Где искать Не представляю Они просто Видимо Где-то Все Померли В разных Местах Ой Это выход Но тут Особо ничего Не было В этих Коридорах Я думаю Что как раз В этих Коридорах Может быть Был Первый Да и тем более Здесь вон Выход А ну да Стеклянный Боевой Молот Конечно Так Не Надо Короче Оружие Убирать В Хранилище Это уже Невыносимо Становится Это самое Я не знаю В плане Практичности Это пожалуй Самое Лучшее Заклинание Которое У меня Есть То есть Просто К нему Нет Никаких Претензий Да Оно Такое Дорогое Для каста Но это Не имеет Никакого Значения Просто Потому что Я могу Делать То что Я делаю Ничего Себе Секира Фаумерская Интересно Так И мне Получается Качественный Не нужен Эбонит Больше Ну вот Типа Я просто Освободил Все что У меня Было Кстати Можно Пробовать Приказ На фаумерах Мне кажется Было бы Интересно Они такие Они по идее Должны быть Достаточно Глупыми Че в воду Спрыгнуть Я получается Где еще Не был То есть Я Зашел В помещение Где-то там Ой мать Холодно 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 И мокро Оружейное Кстати В оружейной Могут быть Интересные Интересные Вещи Сработало А ему Не с кем Ему Некого Убивать Ты подкрался Ко мне Да Видишь Он не понимает Он не понимает Что ему делать Он потерян Он вообще На моей стороне Правда Временно Так Хорошо Нет Интересно Я Я сейчас Надо на толпу Попробовать Это использовать Его на паука И на него Нападет его Паук Работает Прикольное Заклинание Кстати Ну такое Что-то в этом есть То есть Ну правда Это работает Да Не на самых Сильных Противников Если это Скажем так Ментально Устойчивое Существо То скорее Всего Ничего не Получится И просто Эффект Не пройдет Но так Неплохо Вполне себе Так Что здесь Есть Ворота Я так понимаю Что да Там Основное Это я уже Увидел В этой комнате Господи Он номер Прямо здесь Ты кто У нас Эрж Дневник Эрджа Как же Глупо Проходить Это место В такой Спешке У меня Ушла Всего Пара Часов На то Чтобы Взломать Задние Ворота Может Одну Другую Чашу Я пожертвую Но как Говорит Кракон Знает Кое-каких Частных Покупателей Которые Дадут Приличную Сумму За Работающую Безделушку Наверняка Здесь такая Попадется Все боковые Двери закрыты Но в этом Сундуке Наверняка Найдется Одна Другая Ценная Штуковина Как Выберусь Снаружи Куплю Себе Замок Я Не Понимаю Типа Вы Настолько Глуп Я Серьезно Стеклянный Меч Ужаса 38 Урона Увернуться Что его убило Я думал Здесь ловушка Подожди Какая-то Необычная Повязка Я просто хочу Проверить У меня получается Мой Абонитовый 33 А я-то Подобрал Стеклянный 38 Он правда Качественный Но Видимо Да Видимо Я нашел Себе Новый Меч И Кстати Судя Сейчас Вот По урону Который Я получил Слушай Действительно Вот Это Моя Броня Она Просто Гораздо Менее Эффективна Нежели Чем Гильдия Именно Как Броня То есть Мне просто Мне прям По-настоящему Больно В этой Броне Принимать Удары Просто Там Пара Тычек Фаумеров Я бы Просто Умирал Или Вот Этих Товарищей Тоже Да Так С ними Поосторожнее Надо Спускайся Ко мне А ворот Закрыто Что ты Сделаешь Ну ладно Не парься Я открою Иди сюда Иди сюда Иди сюда И куда ты Господи Тупая Жестянка Иди сюда Куда Куда Ты уехала Ты просто В другом Помещении У мото кто вас программировал он попытался но нет это дохлый номер так что еще какой-то посох но мне это особо не надо в принципе все еще даже не понял откуда они взялись я вот видела этих двух думаю может они начнут двигаться но наверное из-за вот этих стен вот этот открылся еще один эксперт но там что-то не сундуков да ничего нет окей надо найти еще два дневника и возвращаться кольцельма но я так понимаю что здесь сейчас каждому отдельном помещении будет просто по товарищу зачем они так разделились если не могут вытерпеть двемеров я не знаю не двемеров не фаумеров я бы с удовольствием не погружался в эту воду но выбора то у меня особо нет это понимаю быстрей отвратительно как приятно что можно использовать огонь и согреться смотри ну вот дверь какая то есть я не знаю это проход ну что такое карта мистика кстати вот еще когда закончим с мерсером и со всеми этими проблемами надо будет зайти в винтхельм по совету ауриена здесь ничего нет здесь ничего нет потому что в винтхельме есть товарищ который обменивает одни карты на другие у него можно будет попытаться хотя бы колоду собрать хоть какую-то так где еще не был здесь вот фаумеры говорят о том что здесь сша в плане крови то что просил херме ну точнее хермеус но как бы понятно что это это не желание септимия мне не хватает какого-то эльфа еще до то ли высшего то ли темного но я их не встречаю из плохих ребят к сожалению очень такие долгие попытки уже собрать эту кровь безуспешную вот вот сюда вот я заходил это было у нас да это были комнаты получается я еще был вооруженный и мне надо можно попробовать куда-нибудь сюда это правда больше выглядит как наоборот спуск но как попасть туда а вот кстати одни из дневников вызов питомца крэк я знал что если копать достаточно глубоко то в конце концов мы наткнемся на какие-нибудь нетронутые руины маркарт это город построены на городе по первым найденным предметам мы установили название города нучуан зел но кроме этого мы почти ничего не знаем нам впрочем дали охрану и завтра мы углубимся в сам город прошел всего лишь день и я уже скучаю по рабочему столу и креслу я думал что исследовать на месте будет немного интереснее но пока что мы лишь отбивая отбивались от пауков время от времени разглядывали какие-то кучи облом обломков надеюсь скоро разберемся до основных руин и разобьем лагерь тогда я смогу начать опись некоторых предметов которые нашел мы обнаружили арсенал и эре остался там чтобы найти способ попасть в главное хранилище лучше него замками никто не справится мы продвинулись дальше решили устроиться на ночлег поскольку охранники говорят что здесь легко обороняться я поставил несколько рун на всякий случай вот чьи руны были ситис ситис так ситис так это тоже оружейная не нужна она мне а последний дневник будет здесь до имперские здесь солдаты были они с ними ходили что с вами не так а все это комната управления ну да здесь как-то просто вот ученые 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 кроме них двеймеров и фаумеров ничего нет интересного а Дневник Стаубина Стром останется здесь с одним из студентов, чтобы продолжить изучение этой местности на более глубоком уровне. Будет любопытно потом посчитать его заметки. Сегодня мы пробрались в городской арсенал, спасибо крепким двемерским замкам, и за них фоумерам еще не удалось наложить лапу на лучшие двемерские вещицы. Эрис сказал, что найдет способ пробраться в хранилище и сообщит, когда будет внутри. Пауки доставили нам немало хлопот, но кто же знал, что только благодаря им Маркарт все это время был в безопасности. Покинув арсенал, мы разбили лагерь, но фоумеры все это время следили за нами и наконец решили атаковать. Они напали, пока мы спали и перебили всех оставшихся охранников. Да простит меня меридия заброшенных для отвлечения внимания учеников, но мне необходимо было спастись, чтобы затем вернуть это место к жизни. Слишком много. Не вышло нажать на выключатель. Перезапустите автоматическую систему защиты на Чуанзелла. Слишком много кого. Это просто может мне тоже, вот да, имеет смысл сделать кого-нибудь слишком много. Просто если здесь автоматическая система защиты, то я боюсь представить, какие тут могут... Я же снял Мору, точно. Забыл. На, мне одного хватит. Более чем. Ну я думаю, по крайней мере. Ну это просто фоумер-волшебник. А, нет-нет. А, нет, не только фоумер-волшебник. Огонь. Тихо. Пошли за мной. Сейчас просто если сферы какие-нибудь полезут... То мало в этом приятного. Вот, 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 вот эти двоооот. Слишком очевидно. Трелл. Работай. Он пытается идти в ближний бой с ней, но это... А, и он пытался его... А, нет, это я попытался, не важно. Мне просто показалось, что двемирская сфера попыталась как-то огнем атаковать огненного Трелла, но это было бы... Это было бы прям умно, да. Ну давай, я же знаю, что ты вылезешь. Или с чего он ждет? Когда я сюда зайду? Так, фармерские стрелы, фармерский лук мне неинтересен, монета, септим. Я не знаю, огромное количество просто драгоценностей. Знаете, кого-то, кто знает об экспедиции, ну, Закалисельма знает. Я думаю. Должен, наверное. Кивали отсюда. Где здесь больше никого нет? По идее. Фармеры все мертвые, двемиры были зачищены, автоматическая система возобновлена. Правда, я не знаю, автоматическая система, она же будет автоматически реагировать на любой вид угрозы. То есть, если это будут, например... Да. Если это будут фармеры, или это будут люди, которые пришли сюда экспедиции проводить... Я пошел вот сюда. Пусть эти центурионы разбираются с фармерами и со всеми остальными. Просто двемиры, они, ну, они же не разбирают угрозу. Им какая разница, люди пришли или... Или пауки, или вообще... Ну, то есть... Такое себе. Здесь на выходе тоже кто-то есть. Где трел? Я надеюсь, я не врубил что-то, из-за чего сейчас вообще всему Маркруту будет хреново. Потому что... Всякое может быть. Я просто слышу звуки. Я слышу механизмы. Я не понимаю, где они. Они, видимо, не здесь. Окей, неважно. Да. Обычный и простой член гильдии воров вряд ли бы с такой хренью справился. Это... Это вот что-то на моем уровне, примерно. Причем, казалось бы, просто двемиры, но нет. Тут... Тут навыки посерьезнее нужны. Ну, я вообще думаю, что, может быть, именно в гильдии появиться уже как... Как вот я. Потому что, в принципе, за все это время ничего прям катастрофически плохого мы не делали. То есть, да, это гильдия воров, но... Как-то большую часть времени контактируем мы с... Ну, они, точнее... Со всякими уродами, с бандитами, с наемниками, вот... Совершенно... Ну, то есть... Там просто как бы такие темные люди якшаются с темными людьми, и все. Не более того. Каусельма. Здравствуйте, Арчмейдж. Ну, паук мертв. Благодарю тебя. Эта паучиха ни один месяц не давала мне раскопками заниматься. Как я и обещал, вот ключ от Двемирского музея. Ну, тут... Осторожнее с экспонатами. Некоторые из них очень хрупкие. Еще я нашел дневник экспедиции. Ну-ка посмотрим. Так вот, что случилось со Стобином. Трагично, но я его предупреждал, что он ведет людей на убой. К несчастью, порой камень учености строится на фундаменте смерти. Я извещу родственников. Вот, держи. Обычно я плачу исследователям за работу, когда они возвращаются из руин. Но этим деньги уже не понадобятся. Полторы тысячи? А мне они прям понадобятся, да? Ладно, Каусельма, приятно иметь с тобой дело. Хотя, не совсем. Объективно, ему нет никакого дела до того, что происходит с Галом, с гильдией. Он даже не в курсе. Поэтому, как бы, ну, объяснять ему тем более я не стану. Это, во-первых. Во-вторых, а... Да, в общем-то... Правильно и делает, наверное. Не подпускает людей к своим исследованиям. Тем более, кого попало. Просто, ну... Другой вопрос, что он вроде как... Понимаешь, вот я не могу... Почему взлом-то? Ты же мне дал ключ. Ты дурак. Короче, проблема в том, что он мне... Просто не показал. Я же, ну, не пытался из него, там, я не знаю, выбить как-то эту информацию. Я не пытался. Я не говорю ему, просто дай мне все, что знаешь. Просто вот у меня есть дневник. Мне нужен фаумерский язык. Мне нужно просто перевести текст. И вот он вот это решил, ну, не давать мне сделать. Я не знаю, почему я не могу открыть эту дверь. Это странно очень. Это странно, но... Давай, откроем. Я как-то думал, что он дало мне ключи от всех дверей. Что-то какой-то адепт стал неоткрываемый просто. Да что ты будешь? А-а-а. Типично. А сюда мне можно? Просто мне как бы сюда и надо. Я не знаю. Это уже, по-моему, не стражники, нет? Это не стража. Ключ от музея, ключ от лаборатории. А вы кто? Одна единственная зловещая страница, кстати, вот, за все эти руины, за всю экспедицию. Так, подожди, 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 подожди. Это какие-то стражники волшебника. Смерть эта ваша была. Ну давай, давай. Подходи. Как я это делаю? Я сейчас просто выкидывать начну предметы. Серьезно, без шуток. Мне просто, как бы тупо это не звучало, мне все это надо. Просто не мне, а в музей. А это, да, это тяжелая броня, это легкая броня, да. Да, но оно много весит, естественно. Само собой. Соня, в упорок не подходить не буду, пожалуй. Что вы нахрен такие? Я говорю, Мерсер чуть-чуть не понимает, с кем он связался. Это просто факт. Для него он закончится печально. Потому что он-то думает, что он просто опять всех обыграл. Что он избавился от какой-то там шестерки. Ну мало-то он знает, что приду я к нему. С тем же самым. Кто еще здесь? Давайте. Что ты ходишь? Такие интересные все, с луками. Кстати, стрелы себе я заберу на будущее. Мне с лука понравилось стрелять. Осталось сделать так, чтобы это хоть... Хоть сколько-то урона наносило, без увеличения именно... Типа через заклинания. Так. Ай, Кантар. Ты кто? Поги! Я волшебник! Но я не умею использовать заклинания! Ты стрелять будешь по ним? Убей! Пожалуйста. Там вон еще есть один где-то. А, он где-то. Он не здесь. Ключ от ничего Анзела. А ты кто? Есть какой-то дневник? Нет. Записка. Двойная тайна. Но это не его книга. К вопросу о Двеймерах, том третий. Кстати, у меня его нет. Либо он у меня есть, но я его просто не считал. Скорее всего, так и есть. Так, ну это просто еще здесь все воровство. Мне кажется, где-то тут должен быть его. Я не знаю, либо дневник, либо какой-то... Какая-то информация. Кто это такой-то? Так. Двеймерский куб, головоломка. Так, ладно, мне на самом деле не до них. Мне надо просто дойти. Балкон волшебника Маркарта. Мне надо просто забрать перевод и свалить отсюда. Свалить вот так происходит. Просто какой-то волшебник. За музеем Кайла Сельма, куда он никого вообще не пускает. С какими-то наемниками. То есть это не стражники Маркарта, просто наемники. Ну это что-то здесь не чисто вообще. Так, вот это оно. То, что мне нужно. Охранников нет, надеюсь, здесь. Так, и что? Здесь просто типичная лаборатория. Каймир в Амидиум. Тяжелая броня, как будто бы она мне нужна. Хорошо. Это книги и гномы происхождение двемерских законов. К вопросу о двемерах. Азура и коробка. Не-не-не-не-не. Азура, принца заката и рассвета. Богиня-создательница каджитов темных эльфов. Ближайшие враги страдают слабостью к магии и захватывают души. Как-то Хермеус дает больше, требует меньше. Вообще ничего от меня не требует. Ну я думаю с ним разрывает связь уже, потому что я думаю он хотя бы полезным будет, но... Какой-то он, я не знаю, либо у него силы здесь нихрена нет. Ну как-то все эти страницы... Можно пару страниц просто собрать? Он оценных. Навыки получите, просто лететь с него. Так, мне нужно скопировать. Просто вон бумаги где-то здесь, уголь я видел. О. Пять кусков угля? Два. Три. Четыре. Пять. А тут просто было до хрена, я выбрал самое маленькое скопление. Так, ребята, рассредоточиться и обыскать башню. С кем или с чем мы имеем дело, неизвестно. А это что за день? Не знаю с кем вы там умеете землю, ребята. Но мои полномочия на этом заканчиваются. Так, надо с королей встретиться, да? И потом вот... Меня напрягает, что Бринельв до сих пор ни о чем не знает. Что в гильдии все еще ничего не происходит. Мне кажется, сначала, как только все это произошло, надо было... Идти к месту. Ну, хотя, может, он там всем рассказал, что на самом деле, вот, я всех предал. Да, такое тоже могло произойти. Так-то. Консир, надо вернуться. Что, не знаю, там я с королей, на самом деле, я пытаюсь ей помочь. А я теперь реально пытаюсь ей помочь. Тут нужны... Ну да, дневник. Потому что дневник Гала, скорее всего, даст доказательства на том, что королея не могла его убить. Что у них были там всякие терки с Мерсером, что он его убил. Какие-то железнобетонные доказательства о том, что история Мерсера, которую он придумал, не складывается. А он даже ничего не придумывал. Он взял то, что было, просто извернул это в свою пользу, чтобы все думали, что это он хороший на самом деле. Сейчас надо хотя бы узнать, что там. Ну, реально, кстати, он мог в гильдии просто рассказать, что я предатель. И все. Но теперь у меня есть доказательства, если... Мы как раз подожили дров. Присаживайся и согрейся. Пытаться убить меня просто так они не будут. Куда ты, Инсир? Только не... А, вы уже вместе здесь. Интересно, убежище. Ой, получше. О, ты уже здесь? И как там наш друг Калсельма? Ну, перевод есть. Я полагаю, будет невежливо интересоваться, как тебе удалось это заполучить. Так что я промолчил. Вполне по-честному. Хм. Копирка? Странно. Я ожидал увидеть записи. Это та еще история. Я понимаю. А теперь дай-ка я на него взгляну. Дай его мне, пожалуйста. Копирка. Да, я не мог кусок камня сюда притащить. Хм. Очень любопытно и очень тревожно. Оказывается, у Галла много месяцев были подозрения насчет преданности Мерсера Фрея, делу гильдии. Галл узнал, что тот ведет чересчур роскошную жизнь с непомерными тратами золота на личные удовольствия. В дневнике говорится, откуда золото бралось. Да. Галл, похоже, был уверен, что Мерсер тайно брал средства из казной гильдии. И еще что-нибудь, Антир? Что-нибудь о соловьях? Хм. Да, вот оно. Последние несколько страниц, похоже, посвящены провалу соловьев. Но он не вдается в детали. Галл также неоднократно упоминает, что, по его мнению, Мерсер осквернил некую сумеречную гробницу. Да хранят нас тени. Значит, это правда. Я не знаю, что такое сумеречная гробница. Что это? Что натворил Мерсер Фрейм? Прости, Антир. Я не могу сказать. Самое важное сейчас доставить твой перевод в гильдию. И немедленно. Прощай, Антир. Слова не могут выразить. Все хорошо, Королея. Не нужно слов. Послушай, я хочу только, чтобы гильдия узнала правду. Они уважали Королею, и она заслуживает большего. Сделай, что можешь, и я буду считать это личной услугой. Спасибо. Если тебе понадобится избавиться от краденого Винтерхолде, заглядывай ко мне в коллегию. Я иногда обращался с предметами сомнительного происхождения. И я постараюсь помочь. Ты вот это зря рассказываешь Архимагу, если честно. Ну ладно. Если я тебе понадоблюсь, найдешь меня в коллегии. Ты еще и в кол... Хрен с ним, он нам помог. Мы должны спешить в Рифтен, прежде чем Мерсер причинит еще больше вреда гильдии. А в дневнике Гава было сказано про сумеречную гробницу? Ты уже многое знаешь, и я не вижу смысла дальше это скрывать. Сумеречная гробница — это храм Ноктюрнал. Место, которое соловьи поклялись защищать до последней капли крови. А что такого особенного в этом месте, что ему нужна такая защита? Сама Ноктюрнал простирает к нам руки оттуда. Все дары ее содержатся в стенах гробницы. Похоже, Мерсер нарушил клятву Ноктюрнал. И осквернил то, что поклялся защищать. Как-то не вяжется воры, храмы. Я тоже так подумала, когда Гал открылся мне впервые. Полагаю, со временем ты тоже поймешь. Ну, если меньше тайн в этом деле останется, то точно... Встав соловьем, я поклялась хранить тайну гробницы. Я знаю, что в гильдии доверие не в почете. Но я прошу тебе довериться мне еще ненадолго. Хорошо, тогда пока введи. Я направлюсь в Рифтон и разведаю обстановку. Попробую знать, что задумал Мерсер. Найди меня в буйной фляге и учти, дело нам предстоит серьезное. А пока что... Вот, возьми. Это вещь Галла. Но думаю, в этих обстоятельствах он бы одобрил мой поступок. Найду достойное применение. Если гильдия не прислушается к голосу разума, прислушаешься ты. Соловьиный меч. Возможно, я нашел еще один новый меч. Кстати, надо переодеться. Наверное. И я не знаю, пока что, наверное, я лучше приду в той форме 33. Ну, кстати, 33-38. Он хоть красивый? Такой, с эффектом. Стеклянный, кстати, к этому моему снаряжению лучше подойдет, наверное. Ну да. Но он правда... Я правда не знаю, буду ли я ходить дальше в этой броне. Она красивая, безусловно, но как-то меня... Вот эта броня гильдии заставила все переосмыслить. Я реально... Хочу быть лучше защищен. И эта броня в этом вообще не помогает. Так, я, наверное, да. Я, наверное, перейду. Я им... А, плащ. Я им откроюсь. Сейчас мы разберемся с короли. И просто если сейчас я приду... Вот со всем этим, знаешь, богатством... А, кстати, можно, знаешь, как сделать? Можно... Правый меч, левый меч. Он как раз покороче. Он похож... Немножко похож на кинжал. Вот, можно вот так походить. Я, конечно, говорю, что я с двумя мечами не хочу, но... Прикольно. Вот. И просто, да. Если я сейчас приду и скажу им, что... Здрасте, на самом деле, еще... Я, как бы, выдавал себя за другого человека. Мне кажется, это... Too much. За один раз. Поэтому, да. Поэтому идем в гильдию. Будем как-то договариваться. Бринлиф, думаю, поймет. Он нормальный мужик. У него работает логика. И у нас есть дневник. Если Мерсера будет там, будет проблематично. Будет, скорее всего, кровь. Если его там не будет, то, ну... Как бы, он и слова нет не скажет. Да и тем более, если он постоянно крадет из сокровищницы, то, как бы... Можно просто убедиться. Можно все проверить. Соложить некоторые факты. Да-да-да-да-да. В любом случае, скоро это к концу будет подходить. Продолжение следует... Продолжение следует...